Привет! Как дела? Недавно перебирала фотографии 2013 года и нашла нашу поездку с друзьями в лондонский парк аттракционов под названием Торп Парк. Этот парк находится недалеко от Лондона, южнее аэропорта Хитро, недалеко от города Чарти. Доехать туда можно по-разному, на машине, на поезде до города Стейнс, оттуда идет уже автобус экспресс прямо в парк. Мы же доехали до этого города Стейнс на автобусе от аэропорта Хитро, а именно там уже поехали на экспрессе, который довез нас прямо до ворот парка. Некоторые мои друзья ехали туда на машине, обратно мы уже уезжали все на этих машинах, потому что было очень поздно и мы были все мокрые, потому что там есть водные аттракционы. И меня довезли друзья до города и высадили прямо рядом с домом. Торп Парк это парк аттракционов на подобии Диснейленда, ну может быть чуть-чуть поменьше. То есть в английских рамках это по-моему самый огромный парк в Великобритании. Билет туда стоил по-моему 40 фунтов на тот момент, сейчас я посмотрела на сайте, стоит 55 фунтов, но если покупаешь онлайн, можно купить за 33. Мы же нашли какие-то ваучеры или купоны на коробках с хлопьями, такие знаете хлопья, которые ешь на завтрак. Там были купоны 2 по цене 1, то есть покупаешь 1 билет за 40 фунтов и тебе 2 достаётся бесплатно. Мы так и скинулись всех с друзьями и купили 2 по цене 1, и поэтому для каждого билет обошёлся в 20 фунтов. Что там можно увидеть? Там находится несколько американских горок. Одна из них самая высокая в Великобритании, другая самая быстрая в Великобритании, третья самая страшная в Великобритании. В общем, такие американские горки под названием Пила, куда заезжаешь в чёрный туннель и тебя везут куда-то, пропускают сквозь какие-то шестерёнки, крутят, вертят. В общем, было очень страшно. Другая горка была очень высокая, я не знаю, какая высота, я очень боялась туда пойти, но один раз я всё-таки прокатилась на первом сидении и прямо так вот поднимаешься вверх и резко опускаешься вниз. Очень быстрая скорость была и очень страшно было, но я прилетела. Мои друзья, я, кстати, с огромной компанией ездила, на тот момент я собрала очень много друзей вокруг себя. У меня была Настя с её мужем, о которой я уже рассказывала, смотрите, в этом ролике. У меня был друг из Украины, к нему приехала ещё сестра на тот момент, они вдвоём поехали вместе с нами. Потом была Маша, с которой я познакомилась в Лондоне. И она приехала из Норвича, по-моему, переехала недавно в Лондон и тоже искала русскоязычных друзей. И был какой-то друг Владимир, который вот впервые в жизни с нами вместе со всей компанией поехал в этот парк аттракционов. После этого он где-то потерялся, мы уже не общались. Но суть не в том, мы все вместе, интересно и весело провели время. И были горки какие-то страшные, вроде как кораблекрушения, самолётокрушения, что-то там такое. Пролетаешь сквозь огонь, вертолёт коптится, там дымит. В общем, такой тематический парк, очень интересный был. Мне же запомнились две горки водные. Я вроде бы как стрелец, огненный знак. Но водные горки это самое лучшее, что мне запомнилось в парке аттракционов. Я, по-моему, на одну из них сходила два или три раза, где полностью окатывает себя водой. Мы потом очень долго сушились под конец дня, когда уже все аттракционы закрылись. Там есть специальные такие сушилки, но они очень плохо сушат. Кстати, если кто-то поедет по нашим стопам, этот парк аттракционов подскажу. В туалете есть сушка для рук, куда можно подставить свою голову и тело. И посушиться гораздо быстрее, чем в сушилках, которые стоят 2 фунта. И там буквально 10 минут тебя сушат, но ничего не высыхаешь абсолютно. Так мы и поехали мокрыми домой. И вот эти водные аттракционы в одном тебя сажают в какую-то кануэ деревянного формата. Когда вдвоем мы с Настей ехали, и ты едешь по каким-то джунглям, потом раз, и резкая горка вниз. И вот в этот момент, когда резко идешь вниз, там, наааа, я кричала. Потом, когда спускаешься, там же фотографии ловят такие моменты и выставляют. Можешь купить только фотографии. Я увидела свою фотографию, она мне очень понравилась. Я просто фотоаппарат навела на нее и нажала на кнопку, сфотографировала. Так вот тоже. Но как, бедному студенту надо на всем экономить, поэтому фотография мне понравилась. И я решила запечатлеть ее на свой фотоаппарат. Это такие небольшие, я даю, фишки, на чем можно сэкономить, будучи в Великобритании. А вторая горка, где полностью оказывают водой, туда в лодку садится около 80 человек. Мы абсолютно всей нашей группой сели, и нас так ву-у-у обдало. А люди, которые стоят, смотрят на этот аттракцион, тоже до них брызги долетают. И иногда окатывают водой больше тех людей, которые смотрят, нежели те, которые находятся в лодке. В общем, надо быть осторожным, пока идешь до этой лодки. Кроме того, там есть всякие различные аттракционы для маленьких детей. Мы покатались, мы тоже решили поиграть в маленьких, и покатались с Настей и с Машей на чашках каких-то. Потом еще есть какой-то рафтинг. Там садишься в такой круг, 4 или 5 человек, и крутишь этим кругом, куда-то он плывет. В общем, интересные были. Но самые, конечно, для пацанов интересные, это вот американские горки. Огромная скорость, какие-то страшные моменты, где тебя там вот-вот распилят. То есть висит над тобой какая-то пила, и ты должен проехать под ней. А она постоянно падает. Ты не знаешь, убьет тебя эта пила или нет. Или гильотина какая-нибудь. Я уже, честно говоря, не помню. Это было 7 лет назад. Но вот такое путешествие мы как-то один раз организовали. И было очень весело, очень хорошо ехать туда огромной, большой и дружной, веселой компанией. Поэтому собирайтесь все вместе и езжайте, если вас интересуют парки аттракционов. Еду там можно купить. Там продается различная еда, все, что хотите. Также можно, по-моему, пострелять в тиры, выиграть какие-то призы. И купить какие-то сувениры на память. В общем, мы съездили и остались очень довольны. После этого, конечно, по-моему, года через два, через год мы услышали о том, что в другом британском парке аттракционов какая-то из американских горок съехала с рельсы или что-то такое. В общем, там жесть была. Девушка отрезала ноги, что-то такое очень страшное. И после этого я уже тоже не решилась никуда ездить. Ну и как бы наша компания тоже распалась. Люди уезжали кто куда. У меня появлялись другие знакомые, другие друзья. Также мы в какие-то парки аттракционов ходили. Но это было уже или в Лондоне, или в Брайтоне. Такие небольшие парки аттракционов, такие летние, которые привозят на берег моря. И там мы что-то тоже как-то развлекались. Об этом я тоже буду рассказывать. Если найду какие-то фотографии. По-моему, в Брайтон мы ездили с друзьями, с другими друзьями. В общем, очень много разных интересных тематических парков в Лондоне, под Лондоном, за Лондоном. Обо всём, что я видела, знаю, пробовала, буду рассказывать в следующих роликах. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»